лидерами компании, самой компании. Оля Лукашева тоже превосходная школа читает для всех, для нас. Очень много интересного и так далее. Заведите себе обязательно блокнотик. Хочу вас спросить, вы сейчас пришли на школу, у кого есть блокнотики, поставьте, пожалуйста, единички. А у кого ручка и блокнотики есть, вообще хорошо. У кого с блокнотиком вместе ручка еще есть. Поставьте два тогда. Так, только с блокнотиком, да? Или вы поняли мой вопрос? Вот, видите, как на внимание я вас ловлю. А, только ручка есть. Напишите на стенах тогда. А я потом расскажу вам, как стены закрыть, что приморки делать. Замечательно. Спасибо большое вам за обратную связь. Итак, давайте мы сегодня поговорим. Цель нашей сегодня встречи с вами, да, узнать что-то для себя новое обязательно записать. Это очень важно, потому что для ведения бизнеса нам обязательно нужны какие-то знания. Я, например, каждый год инвестирую в свои мозги. Что это значит? То есть я посещаю тех людей-практиков, о которых я давно слышала, которые были такие же, как мы с вами, росли, развивались, а теперь в инфомаркетинге, то есть в интернете, зарабатывают сумасшедшие деньги, потому что они практики. Они это прошли, исследуют дальше. И в год я инвестирую где-то порядка от полутора до двух с половиной тысяч долларов в год. Сейчас я тоже на тренинге, в конце кому будет интересно, я обязательно поведаю, что нас, так сказать, ну заставляют сказать совсем неправильно, что нам говорят делать для того, чтобы мы в рейтинге, в таблице рекордов поднимались повыше. Это очень мотивирует, но я думаю, что мы с вами тоже к этому как-нибудь придем. Итак, я думаю, что у каждого из вас есть свои какие-то истории личные. Напишите, пожалуйста, историю, кто... Давайте сделаем так, то есть 5 ставит тот, кто пришел на здоровье, и 10 тот, кто пришел сразу в бизнес. Мне надо понимать, какой у нас, так сказать, контингент сегодня. То есть кто рассмотрел сразу как бизнес, а кто пришел на здоровье. Все-таки на здоровье у нас большинство. Кто-то пришел и так, и здорово. Отлично. Мне нравится активность наша в чате. Очень хорошо. Значит, мы сегодня с вами будем говорить об инструментах для работы. То есть очень многие считают, что ничего делать не нужно, просто нужно пару человекам сказать, и может быть тот золотой кораблик к нам в объятия приплывет, который нам будет уехать, или там золотая курица, из курицы, которая будет нести золотые яйца. Это далеко не так, над собой нужно работать. И абсолютно точно могу сказать вам, что инструменты для работы нужно использовать, нужно пробовать, нужно находить и нужно слушать рекомендации ваших партнеров, ваших друзей и то, что вам говорят на школе. То есть то, что сегодня буду вам рекомендовать, я это не просто испробую, я в этих направлениях работаю. Конечно же, мне цепляется мысль за мысль, хочется очень много вам рассказать. Итак, мы сегодня поговорим, где брать людей. У кого возникают такие вопросы, поставьте вопросительные знаки. Где же брать людей? Так. Замечательно. А кто-нибудь из вас задумывался о том, что приходя, допустим, в интернет, просто открывая свою электронную почту, в соцсетях и так далее, вас везде окружают люди. Задумывались? У всех такой вопрос, потому мы с вами сегодня здесь и встретились. Превосходно. Значит, как я сказала уже, покажу вам сегодня ресурсы для развития бизнеса. То есть каждый из вас, это будет не обязаловка, да? То есть я с вами делюсь, а вы, ну, как бы, можете просто использовать это или не использовать, в зависимости от того, какие у вас цели. Обязательно сегодня расскажу, поведаю, какие рекомендую посмотреть фильмы на досуге. Из каждого фильма возьмете для себя, действительно, подчеркнете очень много. Вот. И рекомендуемая литература. Этот слайд практически пустой, рекомендуемая литература. Я вам просто из того огромного списка не хотела делать пять слайдов с литературой. Понятно, что всего вы покупать и сразу читать не будете. Мы будем к этому топать постепенно. Договорились? Вот. И, конечно же, я немножечко скажу, поскольку являюсь держателем склада Валашиха-1, немножко скажу вам сегодня о том, как правильно все-таки здесь собрались лидеры. И пусть уже настоящие или будущие лидеры, неважно. Если вы пришли на школу, у вас есть интерес к обучению и к росту. Я вам расскажу, как правильно делать заказ, для того, чтобы не утруждать нас, потому что очень много заявок, и каждому лично уделить время нет возможности, поэтому разработана некая схема. Итак, давайте будем идти по нашему плану. Дальше. Значит, какие инструменты для работы? Прямо берите блокнотики, ручку о которых я вам говорила в самом начале и писала в чате. Давайте, какие инструменты для работы я использую. И объясню, почему и какие могут возникнуть сложности. Вот то, о чем я вам говорила в скайпе по 5-10 человек, это вы уже можете там между собой группами 5-10, просто, как говорится, с вами уговариваясь о времени, и я вам на открытом экране показываю, как это делать. Есть несколько видео, но я хочу перезаписать, потому что это писалось практически в прошлом году, и кое-что хотелось бы добавить. Итак, первая программа, которая нам понадобится с вами, это скайп-клиент, рассылщик по своим контактам в скайпе. Но, записали, да? Скайп-клиент называется программа. Сейчас версия вышла 1.4, можете пометить себе. Но хочу предупредить, у тех, у кого стоит очень мощная антивирусная программа, эту программу может ваш компьютер увидеть как троянг. Потому что писали молодые ребята для удобства, то есть парень один написал, для удобства работы его мамы, он сам айтишник, а мама занялась бизнесом в интернете. И она не знала, как оповещать людей о том, что она проводит вебинары, о том, что она, ну в общем, как говорится, методом научного тыка пыталась работать. И стын говорит, мам, давайте программку сделай, ты просто в скайпе будешь рассылать эти сообщения. Соответственно, она не лицензионная никакая, она в сложностях нет, ее покупать не нужно. Для того, чтобы работать с этой программкой, прям тут же записывайте себе следом, нужно будет контакты свои, которые у вас есть, разнести по спискам. Напишите, пожалуйста, у кого контакты в скайпе по спискам. Какой-то опознавательный скайп, давайте единичку сделаем. Единичку поставьте, у кого контакты по спискам. Так. Все, да? Ну, скажем так, не густо. Вот я вас хочу, вот сейчас вы можете просто свернуть, я слайды менять не буду, просто свернуть окошечко вашего браузера и попробовать сделать то, что я вам сейчас скажу. Открывайте свой скайп. Открывайте свой скайп. На любом контакте, правой кнопочкой мышки, нажимаете, и у вас там будет добавить список. Но поскольку у вас списка сейчас нет, там внизу есть создать список. Называйте этот свой список как угодно. То есть у меня, например, могу вам сказать, что, допустим, общалась, не общалась, и вот, допустим, есть там определенная база людей, которые, я знаю, что из какой они компании. Вот я написала, например, да, себе там, Amway, так возьмем, да? Amway. Я знаю, что это Людмила из Amway. Вот таким вот образом, да, это муторно, но это нужно сделать для того, чтобы работать в скайп-клиенте, и не только. Для вашего же удобства, потому что с кем-то вы общались в июле прошлого года, с кем-то вы общались сейчас в декабре, естественно, люди меняются, люди добавляются, вам будет очень сложно ориентироваться, кто есть кто. Еще раз повторяю, открываете скайп, правой кнопочкой мышки, создать список, делаете, или наверху у вас есть там контакты, да, скайп, потом идет контакты, потом разговоры. Вот на контакты нажимаете, есть там списки, и вам нужно просто приготовить списки, приблизительно понимая, кто у вас, в принципе, какой контингент находится в вашем скайпе. Это очень нужно для работы именно в скайп-клиенте. Когда вы скачаете саму программу скайп-клиент и установите, на мгновение нужно будет отключить перед этим антивирус. Помните себе, пожалуйста, чтобы потом по этому вопросу просто так написали мне в скайп. Я обязательно постараюсь на этой неделе записать видео. Вот. Значит, давайте мы сегодня, Гузель, я здесь вижу, да, Гузель, давай попрошу тебя создать сегодня чат именно школа, сад, как-нибудь назвать так, что те люди, которые сегодня присутствуют, нужно будет дать ссылочку или как-нибудь, может быть, ко мне пусть стучатся или к тебе стучатся и отдать людям ссылочку. Хорошо? Спасибо огромное. Чтобы мы понимали, потому что те люди, которые просто пока зарегистрированы и в чатах, им то, о чем мы будем с вами беседовать, я думаю, что пока может быть неинтересно, или они этого вообще не желают. Итак, скайп-клиент рассылает по контактам скайпа вашего информацию, то есть приглашение на вебинары, приглашение на компанию, то есть короткими, такими-какими-то ненавязчивыми фразами и так далее. Обязательно под тем, как вы будете писать рассылку, я обязательно вам скажу на видео, когда буду писать, объясню, почему нужно потом подводить черту и писать такую фразу, прям запишите себе. К этому я пришла сама, и когда мне приходят такого плана сообщения в скайпе, я уже не переживаю и так не реагирую бурно, как я реагировала-то раньше. Наверное, реклама много приходит, согласитесь? Поставьте плюсики, кому реклама в скайпе приходит. Пачка не просто. Сэрш, я с вами солидарна. Но когда приходят те сообщения, которые я отправляю, мне после этого ни один человек еще не написал «Татьяна, прекрати спамить или еще что-нибудь». То есть вы таким образом людям, если даже и, пишите им в ответ обязательно. Прочитайте, пожалуйста, на Википедии, что такое спам. То есть, коли же мы с вами в друзьях, я вас просто информирую. А когда мне приходят еще не добавившие, допустим, человек не добавил, а я еще в друзья, а он мне уже шлет, начинает информацию «Посмотри на эту компанию, посмотри на эту, а я еще и здесь в этой компании», вот это будущее, вот это я считаю спамом. А когда у вас люди просто находятся в контактах, неважно, общались ли с ними, не общались, коли же вы друг к другу добавились, значит, вам есть чем поделиться. Понимаете, да, о чем я говорю? Вот, это делает программа «Скайп клиент». Она рассылает буквально вот за минуту, у меня контактов больше тысячи, за минуту-полторы мне рассылаются сообщения по всем контактам. Скажите, какая экономия времени? Следующая программка, кстати, перед тем, как я о второй скажу вам программки, я хочу вас попросить написать мне вот что. Сколько у вас, а, про текст, да, спасибо, вы есть, отвлекаются мне просто, напоминайте. Значит, какой текст нужно писать, когда вы составляете объявление, для того, чтобы сделать рассылку. Вот, здорово, что задали вопрос, спасибо большое, Ирине. Одно и второй. Извините, запятая. Это авторассылка. Об этом должны знать все. С уважением, там, Татьяна, Ирина и так далее. Ни один человек, после того, как я стала дописывать эту фразу, не написал мне в скайп, прекратитесь память. Это реально такой совет на миллион, знаете. Все-таки нервная система тоже, даже если человек находится на другом конце света, и он что-то пишет, у вас, естественно, какой-то стресс, вы нервничаете. Почему он так написал? Зачем он так написал? Вот какой-то ненормальный, вот еще что-нибудь, или блокирует, или что. Во-первых, вас не будут блокировать. Во-вторых, не будут нервничать по поводу вашего сообщения. Кстати, интересно, что я так написал, об этом должны знать все. И переходят по этой ссылочке, по вашей. Я очень вам рекомендую, то есть я не знаю, как вы к этому относитесь, может кто-то сам умеет делать, может кто-то не умеет, сделать себе обязательно информационную страницу. За этим можно обратиться к нашему Александру Владимировичу, я думаю, он уже здесь, по-моему, да? Александр Владимирович, если здесь, отзывитесь, пожалуйста. страничка, на которой есть абсолютно все. И результаты, и о продукции, и документы, и вся наша, так сказать, VIP, в рассылке бывает нерабочая. В рассылке ссылка будет нерабочая. Почему? Нет, нужно просто корректно уставить в вашу ссылочку. Я тоже вам поведаю, как. Вы можете через Google сократитель, наберете просто в поисковике Google сократитель, или сократить ссылку, и вам выходит go.bl. Вот такая вот, там вставляете свою ссылочку, и вам выдают короткую ссылку. Вот, сокращаете, все равно нерабочая. Длинную не надо вставлять, потому что где-то кто-то не так скопирует, и все, ссылка будет нерабочей. А через сократитель всегда люди заходят. У меня ни разу, мне нужно, чтобы я не зашла. Да, Александр Владимирович, здравствуйте, очень вас рада видеть. Так вот, я хотела бы попросить вас, если вы планируете работать, вам ваша личная страничка понадобится. И Александр Владимирович вам подскажет, как это сделать. Это можно сделать с фотографией с вашей, без фотографии и так далее. И все там ссылочки ваши будут кликабельные. То есть он зашивает вашу регистрационную ссылку, вашу реферальную ссылку. Да, вот типа лендинга, да, но, знаете, все-таки я сторонник того, чтобы она была больше информационной. Человек открывает и листает ее. И когда он понимает, что, ой, боже, если у меня, ой, а у мамы с сердцем плохо, ой, так тут еще суставами листает вниз, а там написано зарегистрируйтесь бесплатно. И человек проходит по этой ссылке. Это тоже такой совет на миллион, скажем так. Сколько, обо всем вы добавитесь к нему в личку, давайте мы как бы материальную сторону дела пообщаемся потом. Но это гораздо дороже стоит, поверьте мне, не понаслышке знаю. Так вот, напишите мне, пожалуйста, сколько у вас скайпов, сколько у вас ваших, так сказать, аккаунтов в скайпе существует. Он есть у нас во всех чатах, нажимайте на его имя, отчество и добавляйте к нему друзья. Сколько у вас чатов, скайпов? Один. Так, не людей, Ирина Мальцева, так, понятно. Да, можете здесь кодировать ссылку, совершенно верно, я в ней говорила. Один скайп на полторы тысячи контактов, замечательный. Один, два, пять, ух ты, ну, Александр Владимирович, ну, Нина тоже, в принципе, при углу. Молодцы. Значит, скайп-лаунчер, есть такая программка, она абсолютно безвредная, очень легкая, и никаких не бывает с ней сложностей. Это для работы, для одновременной работы в двух и более скайпах. Вам необходимо просто понимать, насколько, как бы, мощный ваш компьютер. Найдем мы вам контактов, Татьяна, вы сегодня не просто так сказать попали, мы же сегодня выясняем, где нам брать людей. Вот, значит, в скайп-лаунчере есть замечательная такая функция, как можно работать одновременно, через программы запустить 2, 3, 4, 5 аккаунтов. Главное, чтобы у вас мощности в компьютере хватало. Вот, ничего сложности здесь нет, просто запишите себе, как называется программа, скачайте, добавьте туда свои аккаунты и одновременно по очереди запускайте, дать, нужно будет дать разрешение этой программе, ну, как бы, для того, чтобы она увидела скайп, а скайп увидел ее. Ничего сложно, долго останавливаться на этом не буду. что такое пунктасвитчер? Дайте мне, пожалуйста, обратную связь, плюсиками поставьте, кто знает, что это за программа. Я хоть и написала сразу здесь автозамена, автозамена чего? Так, знаете, так вот тут продвинутых много, что делаете на школе? Так, не знаете, да, что такое пунктасвитчер? Правильно. Еще раз хочу сказать, здорово, что мы сегодня собрались здесь. Значит, смотрите, пунктасвитчер, это программа помощник, которая позволяет выполнять, она выполняет несколько функций. Одна, то есть, три из них, которыми я очень часто пользуюсь. То есть, я, сами понимаете, когда заходишь, допустим, и в Фейсбук, и в Контакт, и в Скайп, и это все люди, кто-то просится уже ищет, да, имя знает, там, фамилию, или где-то слышно, я тут порекомендовал. Заходите, там люди в Контакте, просятся в друзья, и каждому написать, и здравствуйте, Ирина, я рада вас, приветствую, и так далее. Вот это делает программа пункта свечи. Вы, допустим, вот под три кнопочки, то есть, какие-то три кнопки, какая-то комбинация цифр или букв, не важно. Просто на стенке перед компьютером у вас должно висеть, что в данный момент вам нужно будет нажать, пока на первое время. Потом вы сами будете понимать, какая у вас клавиша, за что отвечает. Значит, нажимаете три единички, а у вас там в программке уже заложено, то есть, вам нужно будет в этой программке открыть, я тоже запишу видео обязательно, открыть и внести несколько фраз, самых таких вот ваших центровых, не просто банальных каких-то, да, как обычно, о чем занимаетесь в интернете. Но на эту фразу я никогда не занимаюсь, пишу пнушками баллы, но никогда не отвечаю на эту фразу. А когда видно, что человек написал как бы от себя, но при этом он нажал всего две кнопочки, вот, например, там, добрый день, там, есть вечерняя, заготовки у меня дневные, есть ночные, есть просто приветственные, есть, допустим, с днем рождения, информационные, есть со ссылочкой, когда человек спрашивает, чем вы занимаетесь, я написала фразочку и прилепила туда ссылочку. То есть, каждая строчка, каждая ваша фраза в этой программе, когда вы занесете в нее, она будет у вас отвечать за определенный текст. Например, один-один, там, две кнопочки, один-один-один, приветствую вас, запятая, потом у вас будет пробел, восклицательный знак, вы просто подставите имя. Приветствую вас, рада вас видеть у себя в гостях, будем дружить, готовы ли вы поговорить голосом, да, или еще что-нибудь. То есть, придумать вариаций очень много на самом деле, и я вам просто рекомендую установить пункт и свечи. Бывает ли у вас такое, что вы начинаете писать, по-русски, а у вас пишется на английский. Бывает такое? Напишите, пожалуйста, мне единички. И потом начинаешь все стирать, переключаешь язык и пишешь дальше. Бывает такое? Единички поставьте, пожалуйста. Бывает. Так вот, наша программа пункта свечи позволяет не задумываться теперь с этих пор вообще ни о чем. То есть, она мгновенно переключает, то есть, заложена столько немного, что она мгновенно переключает вам, вот пишите, например, просто там, здравствуйте, а у вас пишется карказябра на английском языке. И вот тут же такой щелчочек происходит, программа сама переключает, и вам не нужно будет стирать и опять возвращаться как бы к написанию. Вот такой маленький секрет. Там же можно будет записать, то есть, она очень многофункциональная программка, я вам на видео обязательно покажу, что конкретно можно самое оптимальное использовать в пункте свечи. Договорились, да? Договорились, да? Совсем недавно, буквально появилась, и я использую эти сервисы на полную мощь, то есть, HiMillion я использую достаточно давно, то есть, год, наверное, если не больше, вот, а HiSender буквально чуть больше месяца. Что делает эти два этих тоже в сервисах, да? Значит, HiSender, это такая вот программка устанавливается, она бесплатная, то есть, вы устанавливаете ее бесплатно, но если вы хотите, чтобы она работала и развивала вам структуру, то есть, чтобы вы информировали людей тоже как можно больше, в данном случае я использую в основном по рассылку по имейлам, есть наверняка у вас имейлы людей, которые там из других компаний или откуда-то, есть какой-то базы, о которых я еще вам сейчас покажу, упал жетон, то есть, Наталья поняла, да? Замечательно. Вот, значит, позволяет делать рассылку по скайпам, но чем она немножко умеет, умеет скайп клиента, то, что она подставляет еще имя. Вы можете, допустим, есть у вас там как-то люди названы, да? Вы вызываете опять по списку людей или всех и можно их отредактировать. То есть, например, написала вам, допустим, там, Наталья Подорожняк, она у вас просто Наталья подписана была. Вы переименовываете, как вам заблагорассудиться, и вы сможете подставлять ее и на, приготовив какое-то сообщение. Мгновенно уходят сообщения и на email, и на рассылчик. Можете время установить там с интервалом 5 секунд, 10 секунд, минуты и так далее. Оставить компьютер и пускай он делает свою работу. Дальше. Что делает Хаймиллион? То есть, кому будет интересно по поводу Хайсендера, можете обратиться к тем, у кого эта программка есть. Вот. Она также, как бесплатная, как говорится, так бывает и платная. И ключ к этой программе для того, чтобы просылать на 5 тысяч скайпов и на 5 тысяч email стоит тысячу рублей на год. Напишите мне какой-нибудь опознавательный знак, четверки, да, чтобы я не путалась между тем, что вы уже писали. Четверки напишите, много ли тысячи рублей на год. Для облегчения вот таким вот образом работы, чтобы информировать людей, сообщать по электронной почте вашим людям и тем людям, которые к вам еще придут или электронной почты у них нет. Конечно, недорого. Я тоже считаю, я даже не думала, мне когда сказали, что одно дело я 5 штук могу в день рассылать, там 5 контактов можно. А другое дело, простите, мало того, можно рассылать тем людям, которые в сети сейчас, с ее секунды. То есть программа видит, кто в сети и, соответственно, сразу отправляет тем, кто сейчас находится онлайн. И по имейлам тоже. То есть вы можете, очень часто приходят такие сообщения от многих даже в наших чатах, поэтому либо обратитесь к тому, чьи контакты у вас уже есть, либо можете обратиться ко мне. Я с удовольствием помогу. Сама тоже изучаю эту программу, она мне очень нравится. Такая, знаете, очень проста, вот, ну, можно сэкономить, скричав скряком. Можно тоже сэкономить, конечно. Александр Владимирович, вы у нас тоже очень много знаете, поэтому от вас тоже ждем в скором времени какие-то школы интересные. Вот. Если знаете, как это сделать без ключа, я буду только радоваться. Главное, чтобы у вас получалось приглашать людей, рассылать по скайпу, вставляя имена или по электронной почте. Очень такой, ну, емкий, но, знаете, такой вот сервис, который позволяет делать сразу и много. Сервис Хаймиллион позволяет размещать свою рекламу на площадке, это площадка определенная, там можно раскручивать свой контакт, свой YouTube канал, свою страницу. И там, знаете, вот, допустим, мы в данном случае там тратим деньги на рекламу, там очень, то есть, получается, за 3,5 доллара я могу отправить на 5,000 контактов, которых у меня нет. И вы представляете, какая конверсия начинается, когда люди на страничку, которую сделал Александр Владимирович, заходят, а проблемы же у всех, давайте говорить честно. Есть люди, которые лучше в аптеку пойдут, а потом подумают, а почему в аптеку, почему бы не попробовать. И начинает вас истать, что происходит сейчас у меня. Увлеклась складом, про строение структуры, совершенно как бы, не то, что забыла, физически времени не было. И тут люди сами на меня начали искать, понимаете, Бог, как говорится, свидетель. Значит, что касается Хаймиллиона, да, кто использует этот сервис, тоже говорю, да, вы можете использовать его дальше, не останавливайте, сервис очень рабочий, конверсии, подписаний, в процентном соотношении не скажу, но понятно, что не все 5000, которым вы отправили сообщение, но человек 10-12 с одной рассылки подписываются. Соответственно, дальше уже наша с вами работа, чтобы человек не просто подписался и висел у вас пустышкой, да, а чтобы человек активировался, чтобы человек приобрел продукцию, посетил обязательно вебинары, посещал мероприятия компании, посмотрите, как у вас будет, в какой прогрессии у вас будет расти структура. Я надеюсь, понятно, то, о чем сейчас мы поговорили, самые главные инструменты, которые я использую ежедневно. Сейчас мы поговорим немножко о системе. поставьте, пожалуйста, восклицательные знаки, у кого, как говорится, упал жетон, как Наталья написала. Испол? Что? Может быть, кто-то с этим уже знаком. Опять говорю, сегодня школа была объявленная для новичков. Я вполне понимаю, что, может быть, кто-то слышал, но не использовал. Всегда, пожалуйста, Наталья, мы же с вами виделись и сказали, что будем очень прямо вот делиться. Вы тоже много полезного знаете. больше, чем я. Замечательно. Спасибо вам большое за обратную связь. Значит, что касается самой рекламы. Вы знаете, без творческого подхода ни одна, не то, что ни один проект, то есть, ни один бизнес не развивается. Взять любое кафе, взять любую парикмахерскую салон и так далее. То есть, в любом случае, в любом случае, люди пытаются креативить. То есть, рекламу или обращаются в компанию, где пишут как бы рекламу такую рабочую, да, продающие такие вот слова, фразы. Иногда действительно, вроде оно тебе не надо, ты все равно кликаешь, потому что интересная фраза. Кстати, хочу с вами поделиться, недавно стала использовать такую фразу, как не открывай, не открывайте, да, 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 продающие тексты. Не открывайте, вам все равно это не понадобится. Это я отправляла буквально десятку людей, своих знакомых. Но они, может быть, открыли только потому, что я написала, я планировала сделать новую почту и вот таким вот образом немножечко их, так сказать, пошуметь, потому что, случаться тоже трудно. Но я-то три месяца брыкалась. Люди, которые меня много знают, говорят, Таня, опять ты куда-то зашла? Я говорю, да, вот это затыдает. Так, да, и Андрей тоже может помочь. Смотрите, здорово, у нас столько людей, которые используют вот эти сервисы и ресурсы для работы. Так, давайте пойдем дальше. Значит, там, где вы можете о себе заявить, вот теперь тоже обязательно записывайте. Я плюс сервис, там скайп-контакты людей. Вы можете как себе добавлять, так и добавляться, в смысле, зарегистрироваться. Там это не как по чьей-то ссылке, это просто заходите и регистрируйтесь. Я плюс. И чем чаще сделайте себе скрытую вкладку наверху верхней треи компьютера, и периодически значочек зеленый на вас будет смотреть, вы видите, когда в компьютере сидите, периодически будете нажимать на эту вкладку, будете заходить. Чем чаще вы туда будете заходить, тем чаще вас будут видеть люди наверху, в самом верху списка. Когда открываете Я плюс, вас видно в первую очередь, вы всегда в первых, так сказать, рядах, в самом начале. Есть люди, которые зарегистрировались, и все остальные зарегистрировались, а те люди будут добавляться. Он думает, да что ж такое, не добавляются люди. Оказывается, фишка-то в том, чем чаще заходите на этот ресурс, я плюс точка ру, тем больше людей вас видят, потому что люди друг другу рекомендуют. Она без реферальной ссылки, просто заходите и регистрируйтесь. Записали? Думаю, записала. Записали. Значит, есть таких три, есть all-buzz еще, то есть буква А, сейчас я напишу в чате, на английском языке, вот такая вот еще есть, старенькая, конечно, как в среднем мире. Так, значит, all-buzz.ru Вот такая вот еще есть, я просто забыла ее сюда дописать. То есть, mlmbuzz.ru, mlmbuzz.ru, недавно открылся mlmnweb.ru, масса контактов людей. Я буквально прошлый год, я еще не добралась до этого журнала, то есть высокие такие, знаете, бывают канцелярские, книга учетов, я туда выписывала просто жадно, вот, я ему заставляла, но он еще был не совсем в теме, я просто его просила, ну ты же можешь мне помочь, ты же меня любишь, вот, и он мне тоже выписывал. Значит, контакт добавляется любой, неважно, в фейсбуке, в контакте, в скайпе, я открываю его, у меня учетная запись называется, да, то есть, где он о себе рассказывает, то есть там скайп, телефон или еще что-нибудь, его данные, из какого города, день рождения и так далее. И я все это выписывала жадно в этой тетради. То есть, у меня садэпский такой еще есть, то есть, все надо лучше записать, что записано рукой, в смысле, да, написано, не вырубить топором, там что-то такая фраза есть. Так вот, вот этих людей, вот этих людей нужно добавлять обязательно к себе, причем максимально. Добавили в контакте вас, вы ищете, то есть, пишите ему, что давайте подавим голосом в скайпе, оставляйте ему в скайпе. Обязательно добавляются. Замечательно работает именно вот это общение среди массы контактов людей других компаний. Можно, да, можно сеять зерна, но это больше холодный рынок, а здесь вот такие люди-сетевики. И очень многие люди разочарованы, но уходить никуда не хотят, потому что думают, а что я пойду туда, там что, лучше что ли? Тут уже хоть знаю всех, а там вообще никого не знаю. То есть, очень много людей, которые ведомы, которых нужно вести. Почему говорят, вот, недавно кто-то из лидеров говорил, у меня, говорит, пришла женщина, а за ней пришло там 120 человек. Кому не понравится такое? Понравится. Ну, а какого для той компании? То есть, здесь можно, как людей выдернуть, так сказать, как, ну, выдернуть, это может быть неправильно, я использую это слово, то есть, пригласить людей, да, на вебинар. Пусть послушают. У нас масса видео. Сохраняйте обязательно в блокнотных форматах всю информацию из чата, все полезное. То есть, результаты сделайте себе отдельно, там, записи вебинаров отдельно, для личностного роста отдельно. То есть, у вас три будет таких вот файли, как куда вы поставили, если что-то добавляете, вы его открыли, сделали Enter, среди написано того, что есть, сделали черточку, чтобы не путаться, и вот, Ctrl-V вставить, скопировали, вставили, и пусть они эти документы будут открыты. В течение дня насобирали, вечером просто делаете закрыть, а вас спрашивают, компьютер сохранить, и вы пишете, да, сохранить. И таким вот образом собираете, значит, собираете себе информацию именно из чатов, а людей, я рекомендую делать, то же самое. То есть, кто, то есть, будет объявлена дополнительно одна школа, но она будет у нас проходить неделю. Вот там вот все будут такие, знаете, действительно зерна, которые достойный рост дадут, для того, чтобы работать и развиваться полномасштабно, знаете, с огромным таким вот энтузиазмом, и когда вот у вас все время настроение хорошее, вы с доброй душой все делаете, у вас лучше все получается. А что для этого нужно? Тоже можете записать. Сейчас мы перейдем к социальным сетям. Для этого нужно, обязательно, прям запишите себе, а потом мне сообщите в следующий вторник, кто это сделал, а у кого руки не дошли, как говорится, кто решил жить так, как жил раньше. Значит, обязательно возьмите себе листок, можно даже специально ради этого выйти в констовары и купить себе, такой, знаете, формат А3 называется, если не ошибаюсь, то есть, два листочка А4 или склейте просто его и повесьте ее на ту дверь, где видите только вы. Либо это ваша спальня, либо это где вы чаще всего находитесь, где меньше всего будет видеть людей, посторонних, кто приходит к вам в дом. И там напишите мои правила, прям запишите себе, мои правила. То есть, это те правила, по которым вы, не надо начинать с понедельника, а с первого числа, с завтрашнего дня или с сегодняшнего, сегодня написали и с завтрашнего дня применяете. И посмотрите, через месяц скажите мне, отпишите свечку, что изменилось в вашей жизни, когда вы написали правила и стали их соблюдать. Никто же на светофоре не ломится под машину, правда, все стоят, ждут зеленого света. То есть, все же системно переходят дорогу. То же самое, как просыпаются люди утром и идут сразу куда умываться? Чистить зубы. Вот это вот должно быть, знаете, это на уровне инстинкта уже, а вы должны себе сейчас вот в течение 30 дней поставить такой, так сказать, сделать вызов и написать эти правила и жить по ним. то есть, я, допустим, во сколько вы поднимаетесь, попробуйте подниматься раньше на пару часов, чем вы поднимаетесь. Ложиться раньше на пару часов, чем вы ложились раньше. Продуктивность дня увеличивается с необыкновенной силой, я это испытала на себе, я не просто так вам говорю. Значит, пишите себе правила, написать вы можете что угодно. То есть, что вы будете делать? Подниматься, грубо говоря, там в 6 утра, кушать исключительно пищу, которая не вредит вашему организму. Например, ходить по лестнице, быть интенсивно вежливым, есть такое уже определение у психологов и у колучек, которые школу читают, большие, да, платные. То есть, напишите, что вы будете делать в течение дня, сколько у вас получится пунктов. Я не говорю вам, чтобы это сделали за 10 минут или сейчас во время нашей школы. Это нужно будет сделать, просто уединиться, отключить телефон, все мысли, можете зажиганную свечку, поставить приятную музыку, посмотреть, то есть, что угодно, как вы себя можете успокоить. Попробуйте написать эти правила и с завтрашнего дня по ним жить. Обязательно давать себе установку на день. Что я сегодня должен сделать? Это второй пункт. То есть, написать конкретно с вечера, утром проснувшись, посмотрев список, дополнить его или там как-то откорректировать и стараться выполнять именно то, что вы себе написали. То есть, система, я вас просто призываю к системе, которая помогает не уставать, работать в удовольствие и, конечно же, учить этому же своих людей. Записывайте обязательно, потому что вот сейчас нас, как меня радует, 76 человек. Естественно, у нас люди, как бы, людей становится достаточно много. И каждый из вас, коль пришел на школу, должен понимать, что он лидер. То есть, за ним идут люди. Соответственно, что? Можно меняться в лучшую сторону. Поставьте мне, пожалуйста, восклицательные знаки, кто со мной согласен. Без системы ничего не получится. Я даже хочу забежать на природ и сказать, что вы будете разочарованы. Значит, вы делаете правила, по которым будете жить. Дальше. И пишите с вечера себе планы на будущее, на будущий день. Утром анализируете, вечером подводите итоги, опять пишете. Это захватывает настолько, что вы себе не представляете. После чего, если кто-то, как бы, вот будете отписываться, кстати, вот есть почта обычная наша, которая склада, да, веб-статке 2016. Но там у нас на Gmail почта. С точно таким же названием, только на Яндексе есть тоже почта. Вот давайте договоримся. На Яндексе вы мне отписывайтесь. То есть я об этом не буду никому вещать, не буду никому рассказывать, я вам просто торжественно клянусь. Вот. Для того, чтобы смотреть ваш рост и потом с вами даже вот в личной беседе будем с вами, так сказать, забивать час времени, будем общаться, вы будете говорить, что у тебя в чем не получается. Я смогу вам, как бы, может быть, подсказывать или даже у вас учиться чему-нибудь. Вот такие вот личные скайп-встречи я предлагаю. Кто за, поставьте плюсики. Кто поставьте плюсики. Супер, я тоже очень рада, правда. Я тоже очень рада, правда. Так, 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 плюсики пошли прям все. Так, 75 часов расписано, можно считать, да? Можно считать, да? Значит, поняли, у нас есть почта склада vip.sad2016sobachka.gmail.com, а вы точно так же после собачки только пишите яндекс.ру и в теме письма пишите то, с чем вы пишете, допустим, мои правила, да, или мое планирование, то есть можно откорректировать, я просто помогу как грамотно это сделать для того, чтобы это все выполнять. Ну, учитывая то, что теперь немножко то, о чем я вам сказала, я вам скажу сейчас то, к чему пришла я. Я не просто так вам сказала это, и вы будете писать мне. Я это сама на себе испробовала и выполняю это каждый божий день. Я поднимаюсь в 5.50 утра каждый день. Мало того, я делаю селфи с телефоном в руках для того, чтобы видно было. Так, скайп, да, все это, да, 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 а, написать почту, пожалуйста, хорошо, сейчас напишу. Да, обещали, пишут почту, запись делают. Вот. Поэтому я хочу вам сказать, что я это сама попробовала. Это увлекательнейшее мероприятие, которое вот настолько успокаивает даже нервную систему. Почему? Потому что когда человек живет с дисциплиной, вот посмотрите на военных. У нас есть военные от заведения, если военные есть, или кто в армии был. Почему люди всегда военные не нервничают практически? То есть у них такой, знаете, строгий взгляд, у них поставленная речь, и они строго действуют по намеченному, они в право-шах-лево расстрел, да, как говорят. Поэтому вы, наверное, понимаете, о чем я говорю. Я для себя сделала. У нас на двери спальню с внутренней стороны, то есть даже одиннадцатый пункт это благодарность Богу за все. То есть ложусь спать, я не должна забыть, поблагодарить за прошедший день и просыпаясь, тоже прошу благословения, чтобы встречались мне люди только такого подобного склада позитивного, как я, да, чтобы я могла чем-то быть людям полезным и так далее. Так, дальше идем. Давайте перейдем теперь к пятому пункту социальной сети. Пятый, шестой, седьмой пункт. Я думаю, что каждый из вас есть и ВКонтакте, и в Одноклассниках, и в Фейсбуке, да? Наверняка есть. Я вам очень рекомендую до конца этой недели прям тоже себе записывайте, как такое, знаете, как партзадание. Школьное наше задание. Обязательно в своих соцсетях навести порядок. То есть отдельно у нас будет школа по работе ВКонтакте, отдельно по работе в Одноклассниках, кстати, туда еще хочу признаться, сама не добралась. И работа по Фейсбуке. Дело в том, что Одноклассники такая больше, знаете, социально добрая домашняя сеть. Объем на взамен. Там и рецепты, и какие-то позитивные, очень хорошие фразы, и фотографии, и куча друг таких, которых можно тоже много для себя очень использовать в работе. ВКонтакте более считают, что это молодежная сеть, и там очень много тусовщиков, которые привет пока и переписываются с утра до ночи, особенно в метро, когда едешь. Раньше нервничала. Сейчас смотрю, мне просто жаль этих людей, которые так бездарно проводят свое время. ВКонтакте каждый, если не каждый, ну, каждый точно, но на кого не посмотришь, мало ли что-то, экраны битые, знаете, уронил, а сделать экран дорого, и поэтому с битыми экранами ходят. То есть ВКонтакте такая тоже, она полудивовая среда, в основном там приходит очень много людей, которых научили, как говорить, как писать, и по шаблону, или молодежь, очень много людей старшего возраста, которые пытаются работать ВКонтакте. Очень многие используют схемы, которые давно не работают. Именно поэтому я инвестирую в свои мозги и постоянно на тренингах, постоянно себе что-то новое добавляю, и просто у меня шесть ежедневников по сто с лишним листу уже исписаны, и я продолжаю это все конспектировать, все готова с вами поделиться. И Фейсбук это одна из самых деловых площадок, которая позволяет найти действительно всех партнеров, которые рассматривают и интернет-бизнес, то есть, да, вот наш инфобизнес очень серьезный и основной, и те люди, которые ищут себе партнеров, и те люди, которые хотят развиваться, там очень много обучающих всяких моментов можно найти, и люди со всех стран мира. Вот очень много, я с двумя людьми переписываю через через разговорник, одна из моих, кстати, в планах целей, выучить английский язык. С моей занятостью я, конечно, не совсем понимаю, пока как я это буду делать, но пока это есть, так сказать, плавающие, не записано пока, надо записать, наверное, чтобы быстрее реализовалось. Итак, три социальных сети, что вы должны в первую очередь сделать? Прикрепить там исключительно свою фотографию, причем не дома в халате со сковородкой в руках, а что-нибудь, там вот, подкрасить губки, привести в порядок, уложить волосы, и чтобы лицо располагало к себе, для того, чтобы вы общались. Иногда вроде человек пишет, смотрю, грамотный, а прилепим какой-нибудь скелет, какого-нибудь там из зоомагазина, какой-нибудь черепахи, или еще кого-нибудь, страшный. То есть уже человек отталкивает от себя, не хочется с ним общаться. Максимально о себе информацию. То есть чем больше человек о себе заявил, тем больше он себе доверия, как бы, ну, доверия к этому человеку больше. Понимаете, о чем я говорю, да? Это очень важно. Может, кто-то не обращал на это внимание, но это очень важно. У меня, например, на странице очень много фотографий, то есть люди, когда заходят, они не совсем понимают, кто я, как человек, им хочется со мной познакомиться. Потому что там фотографии с микрофоном, какие еще в ресторане, с коллегой, и с детьми, и что там только нет этих фотографий. Я, конечно же, завела вторую страницу, она чисто деловая. Там только люди привлекаются, которые, ну, рассматривают это как бизнес, предлагают свой бизнес и так далее. Но основная моя страница, там есть и то, чем я занимаюсь, и так, ну, много всевозможных таких вот, если посмотреть, полистать, да, и умные фразы, и рекомендованные фильмы какие-то такие есть и так далее. В «Одноклассе», как я очень часто отмечаю, там очень много, хоть мы сейчас испытания с мужем привели в порядок, но там очень много интересных таких всяких и рецептов и всего остального. И там много людей, которые тоже замотивированно сидят и типа предлагают работу. Людям очень нужна наша помощь. Поверьте мне, что это не просто так, я это все проверила, я это все дело, так сказать, на себе прошла своими ногами и руками, и головой, и времени много потратилось, естественно, да, то есть очень много, если, что, так, там, если фото красиво, то иностранцы знакомятся. Дело в том, что нужно, это уже по искусству коммуникации, мы уже будем с вами говорить на отдельных школах, которые будут недельные проходить, да, для тех, чтобы понимать, как кому, что говорить и так далее. То есть по соцсетям понятно, скажите, что-нибудь подчеркнули для себя новое, поставьте, пожалуйста, пнотики. Понятно ли вам по соцсетям, может, что-то вы больше меня знаете, не спорю, полезное что-то подчеркнули, я очень рада, честное слово. Самое интересное, что мы-то с вами занимаемся действительно той индустрии, название которой мы еще, наверное, не придумали. Почему, объясню, на следующем слайде будет понятно. Я думаю, что он будет без комментариев, но я все-таки не удержусь, наверное, да? То есть в данном случае не нужно нам искать людей, не люди нам нужны, а мы людям нужны. Вы согласны? Восказательные знаки поставьте. У нас исключительный шедевральный продукт, аналога к которому нет. Вот это вы должны как аксиому, как отчинаж запомнить, что не люди нам нужны, а мы людям нужны. У нас мы владеем информацией, у нас в руках замечательный продукт. Мы только развиваемся сейчас в этом направлении, и когда сейчас пойдут заводы, вы себе не представляете, вот я разговаривала с этим доктором недавно, Ольга, я очень ей благодарна и в судьбе за то, что я с ней познакомилась. Она говорит, Таня, ты не представляешь, куда мы попали. Это реальная революция в медицине. То, что здесь будут все, это однозначно. А те, кто говорит, Коля до сих пор пенициллин назначает, они будут уволены. Мы с ней, конечно, посмеялись, но она говорит, вы не понимаете, куда вы попали. Это реальная революция. Мы, говорит, за ЕМСКОМ наблюдали больше трех лет. Я и моя команда врачей, с которыми мы работаем. И когда они все-таки запустились, я просто безумно рада тому, где я сейчас нахожусь. Она говорит, я вынуждена сейчас даже многим отказывать, я не успеваю. Представляете, насколько пошло, вот от нее очень много, кстати, тоже заказывать, тем более, она тоже недалеко от нас живет. Вот низкий поклон и признательность людям, которые друг другу помогают. Это очень важно, и вот то, что мы с вами учимся и в любом случае учиться будем, это наша с вами задача, нам останавливаться нельзя, потому что человек, такое существо, на планете Земля единственное, которое может мыслить и перестраивать себя. Вот, и наша с вами задача не останавливаться ни в коем случае, несмотря ни на что. Препятствия бывают в любом бизнесе, поверьте мне. И человеческий фактор никто не отменял. Люди разные встречаются. Вы думаете, я за этот месяц не понервничала со своим складом? Нервничала со своим складом. Понервничалась иногда даже до полуслез, но я себя брала в руки, я понимала, что это испытание зачем-то мне дается, для того, чтобы я становилась сильнее, для того, чтобы я ежедневно не опускала руки и работала над собой, и могла передать своим людям, которых я предношаю, которые приходят ко мне сами порой. Которые приходят ко мне сами порой. Это, мало того, еще нужно успевать и читать, просматривать каждый день полезные два видео, это у меня такой канон, и обязательно разгадывать один судоку. Судоку меня просто отвлекает, вот просто выключаю телевизор на кухне, все, сажусь, я должна разгадать один судоку, как минимум. А если где-то в метро, то мне за счастье куда-то ездить сейчас, понимаете? Раньше меня из дома не выгнать, я очень домашняя. А сейчас мне за счастье куда-то поехать, потому что в маршрутке могу почитать, в метро я могу почитать, и когда я кого-то где-то что жду, вот понимаете, я вот, я просто получаю от этого удовольствия. И когда я вступаю в зону комфорта, дискомфорта какого-то, вот разные ситуации бывают, особенно у меня на почте, когда я вам продукцию отправляю, это отдельно школа будет, то есть книгу можно писать уже. И прям вот иногда есть люди, которые прям пытаются довести эти три сучки, и я понимаю, насколько я выросла, что я не обращаю внимания, я понимаю, что у человека просто жил, уже скоро через рот начнет вырызывать, понимаете? Человеку просто нужна моя помощь, а он стоит и пытается на меня давить каким-то образом. Это здорово, я, вот честно говоря, я сама действительно над собой работаю, если бы мне кто-то рассказал раньше, что я буду как-то вещать и людей чему-то обучать, я бы в жизни не поверила. Вот это есть, у каждого есть задатки. Просто знаете, что я делала? Я просто учила людей, которые чуть-чуть заикаются, так ко мне обратились, говорят, ну помогите, особенно когда банкеты веду, и я иногда тут немножко слон такой украинский промелькает, знаете, мелькает вернее, потому что я родом с Украиной, когда человек нервничает или как-то пытается что-то такое по-доброму, по-домашнему сказать, прорывается такой, знаете, украинский фольклор, а это не переводимый городслов, так что вы меня простите заранее. Вот, значит, что хочу, там все у вас, Марина, впереди, не переживайте, я вас умоляю, у нас столько времени, нам 120 лет жить, а нам там, господи, чем не 18, но есть обратный процесс у нас, благодаря нашим каплям. Вот, и что хочу сказать, от каждого из нас зависит то, к чему человек хочет стремиться, да, вот еще один маленький секрет, если будет вам интересно, можете на досуге тоже выключить телефон, включить приятную музыку, просто помечтать, купить себе красивый блокнот, не пожалеть им 200-300 рублей, купить себе прекрасный блокнот, кстати, к следующему Новому году наш склад будет, мы уже разговаривали с типографией, отвлеку вас, сколько лет, а как вы считаете, сколько мне лет? Интересно, ваши варианты, я просто хочу увидеть в чате, сколько мне лет, я сама не знаю числа, я в паспорт давно не заглядывала, хотя я его очень ждала, я в сентябре месяце получила, спасибо, ну я вам хочу сказать, что около приблизительно, если у вас такой ответ, ну спасибо Марине, Радько, конечно, я вам очень благодарна, но немножечко не так, ближе солидарно с Ниной, приемли, чуть-чуть, короче говоря, все со мной, товарищи, все хорошо, да, мне в ноябре исполнилось 43 года, чтобы было понятно, у меня женат, сын, у меня дочери 22 года, воспитала их одна в Москве, уже 17 лет в Москве, только в сентябре месяце 15 года, взяв в руки российский паспорт, я прямо заплакала в УФМС, потому что я к этому очень давно шла, и преодолевала кучу препятствий, несмотря на то, что я считала всегда своей родиной России, у меня родители из России, так случилось, что я родила в Украине, родилась, ладненько, давайте мы о следующем поговорим, так вот, не люди нам нужны, а мы нужны людям, вы понятны, да? Вы понятны, да? Так, дальше, что мы должны с вами делать? Мы должны с вами давать людям информацию везде и всюду, причем, я вчера, когда, спасибо большое, Анна, когда, такие бывают места, где я понимаю, что там 2-3 человека вижу, которым реально нужна помощь, вот я только начала это применять, это работает, я это применяла в предыдущей своей компании, очень работает это, давайте начнем это применять, и вы увидите, какая конверсия, конверсия будет новичком в вашей структуре. Значит, эффект третьего лица, запишите, пожалуйста, это очень сильное, сильное, такое, сильнодействующее лекарство, если можно так сказать, витамин, для построения структуры, эффект третьего лица, то есть, вы, знаете, может кто-то слышал такую поговорку, скажи дочке, чтобы невестка слышала, то есть, вы говорите, как бы абсолютно не привлекая внимания, либо с кем-то по телефону, если вы, ну, там одна-один, находитесь, да, может в торговом центре, или в магазине, или еще где-нибудь, или просто достаете телефон, типа вам позвонили, начинаете просто общаться, как будто вы вот, и рассказываете, какой-то результат по здоровью, можете, так сказать, ну, сыграть вот таким вот образом, для того, чтобы помочь человеку, который стоит недалеко от вас, не услышит, слушайте, это его беда, зачем вы будете нервничать, у подъезда обычно люди стоят и договаривают по телефону, прежде чем зайти в лифт и в сам подъезд, если вы живете в многоэтажном доме, почему, особенно, когда вы где-то вдвоем с партнером, и вы просто начинаете разговаривать, что вам кто-то позвонил, что вы узнали что-то на школе, вы прочитали в чате, информации же у нас много, очень, запоминайте эти истории, создавайте свою базу историй, своих личных, своих новичков, людей из чата, то есть не обязательно рассказывать свою историю, то есть эффект третьего лица, фантазируйте, это очень творческий процесс, и дословно, там, через двоеточие, через запятые, вам очень сложно будет рассказать примеры, тоже об этом будем говорить на школах, которые будут, недельная школа у нас проходить, значит, это огромный плюс вам, если вы научитесь это делать, особенно хорошо работать в поликлинике, вчера женщина приезжала ко мне за продукцией, Ирина, и мы с ней пообщались, я просто подсказала, тоже такую фишку, я говорю, в поликлинике же у вас же есть, там, говорю, в центральной Балшихе, я говорю, да, вы просто берете подружку, или там, не знаю, кого-нибудь там, соседку, идете в поликлинику, причем прогуливаетесь по там, смотрите, где самая большая очередь, и среди этих людей становитесь, как бы спрашиваете, кто крайний, спускаетесь, берете себе талончик, типа, вам надо к этому врачу, а может и без талончика, в надежде попасть без талончика, и начинаете обсуждать вот такие вот темы, которые помогают, то есть те проблемы со здоровьем, которые решают наши капли, вы не поверите, это просто необыкновенно, тут люди подходят, спрашивают, простите, но я невольно слышал, могу я попросить у вас контакт, вот у моей дочки, там, у моей бабушки, у моего зятя и так далее, это очень сильно работает, услышьте меня, попробуйте просто, потом на почту, которую я сейчас напишу, вы мне скажете, напишите, что вы использовали, и что у вас получилось, получилось ли, тогда будем искать, может быть, другие какие-то пути, может быть, это не ваш метод, все нужным методом, проб и ошибок, все равно использовать, то есть, знаете, такой пилюли, какой-то таблетки, какой-то вот, единственное, что работает, вот я это буду делать, нет, старайтесь делать то, что вы никогда не делали, и посмотрите на конверсию, только не так, что два дня сделали, у меня это не получается, нет, для того, чтобы что-то получилось, 30 дней как минимум, вот упорно идите к своей цели, вот это почта, я вам написала, гепса 2016, яндекс.ру, Светлана, я очень просила в начале нашего, вебинара, чтобы люди заходили, писали фамилию, имя, во-первых, во-вторых, вы, наверное, опоздали или были невнимательны, я говорила о том, что я никаких консультаций по диагнозам и по, так сказать, каким-то, по здоровью, давать сегодня не буду, у нас есть о чем поговорить, у нас на это сейчас абсолютно нет времени, для этого есть другое время, а теперь, внимание, приготовьте еще раз свои блокноты и ручки, и запишите рекомендуемые фильмы, здесь просто, наверное, просто десятая часть тех фильмов, которые хотелось бы вам порекомендовать, там просто что ни фраза, вот хоть записывать, честное слово, учить и записывать, мало того, когда смотрите фильм документального какого-то образца, особенно как восьмой пункт жизни, инструкция по применению, найдите обязательно, больше часа он длится, когда вы смотрите фильм и понимаете, что фраза вас как-то вам близка, как-то вам откликнулась, что-то вас зацепило, проговаривайте эту фразу, и эти фильмы рекомендую с блокноты и с ручкой ее смотреть, конечно, будете смотреть, как написала почта наверху, vip.sa 2016 собачка яндекс.ру, я просто рекомендую записывать самые такие вот фразы, которые вам приглянулись, которые вам понравились, которые вы считаете, что-то правильно, это так есть на самом деле, записывайте в отдельный ежедневник, купите себе. Вот, не договорила, мы все-таки планируем сделать, может быть, даже к году компанию успеем к июню месяца сделать ежедневники для следующего года, то есть там будет 17, 18, 19 и 20 год, и мы постараемся вместить там 4 города. Что заблокировано? Почта заблокирована? Не поняла я вас. Марина, напишите еще раз, пожалуйста. И что касается, что касается, не может такое быть, что почта заблокирована. На всяком случае, в чате смотрите, я сегодня тогда сброшу почту, я, может, разблокирую, если она заблокирована. Так ссылку не надо, вы вручную набираете. Ссылку копировать не нужно, вручную наберите, написать письмо, вид.са 2016, со своей почтой, неважно с какой. Так, сейчас мы перейдем к литературе, и я хочу вам на ближайшую неделю порекомендовать пару, пару книг, которые вы, в принципе, можете найти в электронном виде, но я все-таки предпочитаю читать книги, которые не рукой написаны, в смысле, не электронные, а обычно ваши книги, которые имеют запах, знаете, которые пахнут. Запишите, пожалуйста, я вам говорю название, а вы их все равно найдете, хорошо? Не всех авторов, к сожалению, я помню. Сейчас я найду, просто я записывала, это все. Итак, готово, например, да? Джо Виталий называется «Фактор притяжения книги». Запишите, пожалуйста. Название фильма просят продиктовать. Значит, первый фильм, 42, в скобочках, 2013 года фильм, потому что там еще один выходит, но какой-то он документальный, я не знаю, что за фильм. Это номер парня, который имел номер 42 в спорте. Просто 42 называется фильм, как бы снят был в 2019 году. Второй фильм «Здесь курят». Это именно, посмотрите, не буду ничего комментировать, просто посмотрите. Номер 3 «Бойлерная». «Бойлерная». Номер 4 «Мирный воин». Номер 5 «В погоне за счастьем». Номер 6 «Дети света». Номер 7 «Полянно». И номер 8 «Документального плана фильм», который заставляет, просто не досматривая фильм, идти и действовать. Поверьте, мне называется «Жизнь. Точка инструкции по применению». У меня этот фильм есть в ВКонтакте, поэтому, кто пожелает, можете добавиться в ВКонтакте, я просто вам поделюсь с вами. Бесподобные фильмы, которые действительно, вот если вы за недельку поставите себе цель и по одному фильму в день посмотрите, вы потом мне напишите, что вы по этому поводу думаете. То есть мы переходим к книгам, тоже придется записать. Я тоже почту не нашла. Так, давайте сделаем вот каким образом. Записывайте в ВИП, вот как вы пишете мне на почту, первая шапка до собачки, то же самое. ВИП.САД2016.Собачка. Вы пишите Яндекс.ру. Что касается книг. Что касается книг. Ирма Рика, это «Богатая жизнь» называется. А вот недавно совсем я прочитала, если вы найдете эту книгу в любом ее исполнении, если вы любите читать, пожалуйста, она есть в сети, но желательно купить ее в книжном магазине. Называется «Миллионер за минуту». Gmail почты для сбора ваших заказов по складу. Только для склада существует почта. Для статистики склада. Куда вы отправите свои заказы по продукции? На «Балашиха-1» склад. Так вот, «Миллионер за минуту», во-первых, она уникально написана, начертная, то есть там рассчитана на людей, которые, у нас же есть люди, у которых развит очень правое полушарие и левое полушарие, да, то есть техники и творческие люди. И она написана, как бы, сама книга разделена пополам в каком плане. То есть справа у вас идет художественная часть, сначала вы читаете правую линию, правую сторону книги, если вы творческий человек, а потом левую, чтобы понять, как бы, к чему была вообще написана правая часть. Очень интересно. И перевод очень хороший, очень легко на одном дыхании читается. «Миллионер за минуту», сейчас даже скажу вам автора. «Роберт Аллен и его коллега Марк Виктор Хансен». «Роберт Аллен». Я прямо напишу сейчас здесь. «Роберт Аллен». «Роберт Аллен и Марк Виктор Хансен». «Миллионер за минуту». Очень рекомендую. Если найдете, за эту неделю прочитаете, вы просто будете огромный молодец или умница большая. Так, друзья мои, у нас осталось буквально пару слайдов, и я хотела бы еще остановиться чуть-чуть на складе, которые у нас есть, потому что очень много У меня к вам вопросы, и многие из вас, может быть, вам не рассказывают спонсоры, как нужно составлять заказ и что делать. Значит, наша с вами задача, чтобы те дети, которые нас окружают, неважно, маленькие, небольшие, будущие или уже очень взрослые, были здоровыми. То есть сразу видно, когда родители занимаются своим ребенком, поддерживают иммунитет и так далее, да, и думают, что мы со мной солидарны. У нас для этого есть огромный, уникальный, просто шедевр. Это наши капли. Очень приятно смотреть на тех людей, которые ухаживают друг за дружкой, что если вот идешь и видишь там люди, вот конкретно, знаете, вот люди, которые живут полной жизнью, несмотря на то, что там может быть. Они еще снимают квартиру, нет ничего своего. Но люди счастливы, потому что, а, когда человек здоров, человек может все. Стоит только захотеть. И, конечно же, наша счастливая молодежь, которая, посмотрите, сплошь и рядом. Вот идешь по улице и понимаешь, что даже, наверное, сейчас диагноза потенциально здоров просто нет. Почему? Потому что у того прыщи, тот в очках, у того лишний вес, а у того худоба бедная, думаешь, как на нем одежда держится, вообще не поймешь. Поэтому у нас с вами, еще раз хочу повторить, уникальный инструмент, и мы должны об этом говорить направо, налево, везде, всюду. Я не говорю сейчас прибегать к списку знакомых, потому что те люди, которые знают, что вы начинали, например, с Гербалайфа, потом были в другой компании, потом в третьей, в третьей, в третьей. Слушай, ну ты опять меня достал. Не надо. Вас люди просто будут спрашивать, а что ты делаешь, что ты так выглядишь? Ну мне такой вопрос часто задают. Да потому что живу, радуюсь и занимаюсь собой. А в этот бизнес, хочу вам сказать, в этот бизнес я почему-нибудь занимаюсь? Потому что этот бизнес занимается мной. Я вышла из зоны комфорта и просто над собой работаю ежедневно. Дорогие друзья, ну, во-первых, я хочу вас поблагодарить за то, что вы сегодня были со мной. У нас с вами есть уникальная компания, у нас с вами есть бизнес-возможность. У нас есть с вами просто огромное количество людей, высокопрофессионалов, высоких профессионалов, которые знают, что делают, знают, для чего делают, готовы этим делиться. То есть специалисты в области, кто-то в рекомендации продукции, кто-то в рекомендации, как и что делать, применить и делиться щедро. Она везде и всюду с нами, со всеми, со своими, с чужими. Для меня нет, допустим, разницы, чужими человек позвонил или моей структуры. То есть здесь много людей, которые обращались по любым вопросам, я никогда никого никак не отшвырнула. Значит, ребята, по заказам хочу сказать следующее. Огромная просьба к вам, к людям, которые приглашают людей на продукцию. Обязательно, отправляя деньги на Сбербанк карточку. Сейчас после вебинара я продублирую ее в чат и вам все. Отправляя деньги. Обязательно в графах комментарии есть везде. Напишите свою фамилию. Это несложно. Потому что человек думает, что он написал, а деньги просто упали, и мы сидим с Александром и ждем. Мы день и ждем. Я сиди не думаю. До того же деньги пришли. Догадайся с трех раз называется. Вот. Это первая просьба. Вторая просьба. Не надо в скайпах писать мне заказы. Есть фраза, в смысле образец письма, если вас не затруднит. Пишите, пожалуйста. Пишите, пожалуйста, именно на почту. Свой заказ. Не путайте ничего. И еще очень важный момент. Колье, которое есть у нас в ассортименте, стоит сейчас 1050 рублей. И, между прочим, не входит в наш стартовый пакет. Это все дополнительная продажа. Это самое главное, что я хотела бы вам поменять. Кроме того, я не знаю, как работают другие люди, другие склады, но мы взяли на себя с Александром обязательства. После того, как мы отправили, то есть мы приняли ваш заказ и обработали, мы его отправили почтой и вы доставили. После этого мы проводим по складу его сразу, чтобы у вас упали баллы и деньги, которые там за приглашенных вам попадают 500 рублей. И после этого очень хотелось бы, чтобы вы понимали ситуацию, что каждый из вас у нас не один. И относились философски, если отправлена посылка не сию секунду, а на следующий день. Потому что, например, сегодня я уже в 8 утра была на почте, отправила все заказы, созвонилась с людьми, съездила по делам и еще приехала в ПОРНО провести школу. Не знаю, было ли вам полезно. Я думаю, что баллы у колье есть. Да, есть баллы, но не 50 на 50, как у препаратов наших, а немножко меньше. Колье у нас черного цвета, приятного такого темного цвета, абсолютно безвредное и может служить даже как украшением. Туда можете прицепить красивый кулончик и полный вперед. И получаете удовольствие от красоты и от качества того, что вы носите. Я вас очень благодарю, искренне благодарю за внимание. Нас сегодня было немало. Я буду рада, если вам что, если смогла быть вам полезной. Если есть какие-то вопросы, давайте пролистим то, что вы написали, потому что я говорила и не хотела отвлекаться. Так, продиктовала фильмы, так, хорошо, написала школу. А, за очень полезную школу. Я тоже очень признательна, если вам что-то получилось. Продолжение будет обязательно. Так, по заказам сказала. Пожалуйста. Это вам спасибо, что вы нашли время и пришли получить знакомую или незнакомую информацию. Жаль, что не с самого начала было. Ничего страшного, у нас велась запись, я так понимаю. Запись у нас из школы. Спасибо. Да, знаете, просто я очень сумбурно вам по буквально 10 слайдам рассказала. Хотелось бы конкретно остановиться на каждом из них. Так, Олечка из Аргентины даже есть. Олечка, спасибо большое, что ты, я так понимаю, не доспала и все равно пришла на школу. У вас же минус 11 часов. Спасибо огромное, что не спала и пришла на школу. Аплодисменты, Ольга из Аргентины. Очень приятно. Великий Норгард, благодарим. Да, будет запись. Никто не смогли войти. Странно, почему не смогли войти. Так, так, так. Вроде как все сказала, на все вопросы ответила. Так, Ольга, по-моему, другие склады так не работают, жаль, был лучший склад. Спасибо. Мы сделаем для этого все, чтобы вы вовремя получали продукцию. Мы отправляем исключительно наложенным платежом. И хотелось бы, чтобы вы наблюдали, когда я вам отправляю идентификационный код на почту, чтобы вы следили на сайте России, где находится путь следования вашей посылки, чтобы вы не задерживали, простите, наши деньги. А, Олечка, 7 часов разница. Да, то есть получается, у Ольги сейчас 7 часов утра. Вот так вот, понятно? Оля тоже рано просыпается. Спасибо большое. Я обязательно постараюсь записать, я прописала себе уже в планы записать видео по поводу пункта свечера, особенно и скайп-клиента. Я буду признательна вам, если я была вам полезна. Всем пока-пока. Если желание у вас есть, я могу поставить какое-нибудь интересное видео, которое мы с девочками научились для вас искать и включать. Всех обнимаю. Всем пока. Вопросы можно писать в скайпе. Не стесняйтесь. Не стесняйтесь.